Всем привет, ребята! Сегодня у меня сравнение двух телефонов, двух телефонов от Meizu U10 и U20. Пока только две модели в этой линейке есть, U10 и U20. U10 немного поменьше, U20 чуть побольше. Оба телефона продаются у нас в России, их можно купить. И также оба телефона продаются на Алиэкспрессе. Я как раз покупал на Алиэкспрессе, потому что на Алиэкспрессе покупать дешевле. И как вы видите, у меня коробки китайской версии, то есть здесь иероглифы. Ну и давайте начнем с самих этих коробок. На самом деле отличий здесь немного. Ну, во-первых, эта коробка немного побольше, потому что сам телефон больше. И внутри еще у них разные зарядные устройства. Вот такие вот зарядные устройства. Справа у меня зарядка от U20, а слева от U10. И по внешнему виду, конечно, разницы вообще никакой нету, но есть разница все-таки по значениям. Здесь 5 вольт 2 ампера, здесь 5 вольт 1,5 ампера. То есть это зарядное устройство будет заряжать телефон быстрее. Ну а теперь переходим к самим телефонам. Чем вообще отличается вот эта новая линейка U от остальных телефонов Meizu? Да, по большому счету ничем, все такая же иначе. Но самая главная отличительная черта – это задняя крышка. Задняя крышка U10 и U20 сделана из стекла. И именно поэтому Meizu выпустила два вот таких телефона для любителей стекла, для любителей необычного какого-то дизайна, красивого вида устройств. Вот. Ну и давайте начнем. У меня оба телефона в белом цвете. Как вы видите, отличаются они практически никак. Единственное, что здесь вот есть сверху микрофон дополнительный. У U10 всего один микрофон. Здесь их у U20 2 сверху и снизу. Вот он еще один микрофон. А здесь всего один. Снизу у нас все одинаково. Справа тоже все одинаково. Кнопки включения, регулировки громкости. На задней панели у нас 13-мегапиксельные камеры, которые немного выпирают из корпуса. Двойные светодиодные вспышки. Но почему-то у U10 теплый светодиод находится вверху, а холодный снизу. А здесь наоборот. Ну и слева вот такие вот лотки под сим-карты. Причем лотки здесь одинаковые. Либо вы ставите две нано-сим-карты, либо одну нано-сим-карту и одну флешку microSD. Ну и теперь переходим к самим телефонам. Давайте выставлю сейчас максимальную яркость. Здесь экран 5,5 дюймов. Здесь экран 5 дюймов. Здесь разрешение Full HD. Здесь разрешение HD. То есть чисто по характеристикам здесь экран, конечно, подороже. Но какой-то существенной разницы между ними я не почувствовал. Оба они достаточно яркие. Оба они выполнены по технологии IPS. У них хорошие угла обзора. Но вот на минимальной яркости мне все-таки больше понравился U20. Потому что она у него немного меньше. Еще, как мне показалось, есть разница в цветопередаче. На U10 белый цвет, он более какой-то естественный. Здесь почему-то он какой-то серый. Уходит иногда в синий тона. То есть мне вот чисто вот цветопередача даже больше, наверное, на вот этом телефоне нравится. Хотя здесь дисплейчик и попроще. Ну, еще я скачал вот пару картинок. Можете посмотреть, как они отличаются. Практически не отличаются. Но вот здесь все-таки какое-то изображение более такое яркое, насыщенное. Но все-таки, конечно, удобнее смотреть какие-то картинки, какие-то фотографии, видео. Все-таки лучше смотреть на большом экране. Просто это больше удовольствия вам доставляет. Также оба экрана можно настроить под себя. Добавить немного холодных тонов. Или наоборот переключиться на теплый. Ну, здесь кому что больше нравится. А теперь давайте поговорим о процессорах, которые здесь установлены. Здесь очень похожие процессоры. Но называются они по-разному. Здесь установлен МТ-6750, здесь МТ-6755 или, как его еще называют, Хелио P10. На самом деле отличаются они очень мало чем. Это оба 8-ядерных процессора. Оба они построены на архитектуре Cortex-A53. Работают они еще по старому техпроцессу 28 нанометров. Но при этом в У-20 они немного разогнаны, эти ядра. То есть скорость работы немного выше на этом телефоне. Плюс еще здесь одинаковые видеоускорители. Это Mali-T860 в обоих случаях. И в обоих случаях они двухъядерные всего. То есть не самое лучшее решение для игр. Но, как в случае с процессором, здесь этот видеоускоритель работает на больших частотах. Можно заметить разницу в бенчмарках. Это у нас Geekbench 4. Как вы видите, здесь чуть-чуть Meizu U20 лучше. В Antutu также. Тут уже преимущество посерьезнее практически. Ну, почти на десятку он сильнее. При этом в 3D части сильнее. Дальше у нас тоже тест, который тестирует 3D части. Как вы видите, здесь тоже U20 выигрывает. То есть по всем бенчмаркам практически U20 рвет более младшую модель. Но вот здесь уже, конечно, здесь нет. И последний тест. Это Banzai. А, нет. Еще у меня есть вот такой тест. Скорость чтения записи с внутренней памяти. Здесь тоже выиграл U20. Вы можете посмотреть результаты и сравнить их. И вот сейчас уже последний тест. Это Banzai. Тоже он тестирует видеоускоритель. И здесь тоже U10 выиграл благодаря HD-разрешению. Ну, а что касается быстродействия запуска программ. Давайте сейчас проверим. Вот я захожу в настройки. Полезное. Чуть-чуть, если замедлить это видео, то все-таки быстрее, чуть-чуть работает именно вот этот телефон. Калькулятор. И он быстрее стартует. Если вы перезагружаете телефон, то этот быстрее перезагружается. Ну, потому что здесь просто процессор немного, так сказать, раздраконен. Да, и работает на более высоких частотах. Ну, а теперь давайте проверим его на играх. Проверим оба телефона с играми. Я ставлю производительный режим. Здесь можно выставить в этой прошивке три режима. Энергосберегающий, средний и производительный. И вот заходим в управление питанием. И здесь режим питания производительный. И запускаем одинаковую игру World of Tanks на максимальных настройках графики. Начнем с U10. Выставил я максимальные настройки. И, как вы видите, здесь слайд-шоу. То есть играть нереально. 28 кадров. Вот сейчас 17. Ну, в общем, очень-очень так. Тормозит. Причем я только начал играть. Когда телефон разогреется, еще меньше будет кадров. То есть для максимальных настройок, конечно, этот телефон не годится. Придется снижать. Так, началась игра. И, как мы видим, здесь 15 кадров. То есть даже еще хуже, чем на U10. У10. 19. Там доходил даже до 30. То есть тоже играть, конечно, невозможно. При таком дерганом, с такой дерганой картинкой придется понижать. Во время перестрелки вот сейчас вообще 11 было. То есть именно из-за разрешения, то, что здесь Full HD, ему даже еще сложнее тянуть игрушки, чем вот этому телефону. То есть для игр, как ни странно, больше даже подходит U10. Несмотря на то, что процессор слабее, несмотря на то, что видеоускоритель слабее, но благодаря более низкому разрешению он справляется получше. Поэтому, если вы любите игры, если вы заядлый игрок, то берите лучше U10. У меня оба телефона на 2 гигабайта оперативной памяти. Есть также варианты с 3 гигабайтами оперативной памяти. Плюс там еще внутренняя память расширена. У меня 2.16, есть еще 3.32, но они уже стоят дороже. Я думаю, немногие будут их покупать. И еще, если говорить о дисплеях, то видно, что на U20 черная рамка чуть-чуть больше. Да даже не чуть-чуть, а так значительно. То есть на этом телефоне она прям такая маленькая, узенькая. На U20 она, конечно, пожирнее. Теперь о сканере отпечатков пальцев. Здесь он вот в этой кнопке, кнопки домой. Причем эта кнопка выполняет сразу несколько функций. Как всегда у Meizu назад, домой, разблокировка экрана. И он здесь абсолютно одинаковый. Этот сканер, то есть с одинаковой скоростью распознает, с одинаковой точностью, одинаково он стабилен. Ну а теперь я хотел поговорить о звуке. Вот на примере одной и той же композиции. Давайте я покажу вам, отличаются ли телефоны в плане звука. Звук здесь идет из этого динамика снизу. Здесь четыре вот такие вот отверстия под динамик. И здесь тоже четыре вот таких кругляшка. Давайте посмотрим по звуку. Так, вот эту мелодию хочу поставить. Давайте сначала U10 на максимальной громкости. Так, и теперь U20. Ну, если честно, хочу сказать, что на обоих телефонах звук достаточно противный. Но на этом телефоне он наиболее противный. Он такой какой-то вообще писклявый. На этом хоть как-то еще можно слушать. И он, как мне кажется, немного даже погромче на U20. Ну, а теперь про батарею. Батареи здесь тоже разные. Как вы понимаете, этот телефон поменьше. Соответственно, и батареи у него меньше. Батарея здесь на 2760 мАч. А здесь на 3260. Немного какое-то нестандартное значение. Обычно делают батарею ровную. Либо там 3000, 3500, 3200. А здесь вот 3260, да, на этом. А здесь 2760. И я провел тест тоже. Посмотрел, какой телефон быстрее разрешается. И посмотрите, какие у меня результаты получились. Итак, ну что, начинаем. Оба телефона сейчас заряжены ровно на 100%. И у обоих выставлена яркость на максимальном уровне. Как вы видите, запускаю одно и то же видео. На этом телефоне оно будет воспроизводиться в 720p. Так как экранчик здесь HD. Выше поставить просто нельзя. А здесь, так как экран Full HD, то здесь я выставил качество 1080p. Ну что же, начинаем. Посмотрим, какой из них сильнее разрядится. Нажимаю старт. Время пошло. Итак, ну вот и все. Час прошел. И оба телефона разрядились примерно на одинаковое количество процентов. То есть, этот разрядился на 15, у него батарея поменьше. А этот разрядился на 13, получается. Получается, U20 выиграл. Ну, еще коротко хочу от себя добавить, что можно также выставить здесь экономичный режим управления питанием. И тогда у вас телефон немного подольше проживет. Вот, но при этом он будет немного медленнее. То есть, медленнее будут программки загружаться. Игры будут еще хуже идти. То есть, я вам советую все-таки им в крайних каких-то случаях пользоваться. Но теперь поговорим о камерах. Камеры здесь тоже одинаковые. 13-мегапиксельные задние камеры. 5-мегапиксельные фронтальные камеры. И давайте посмотрим на примеры фото. Вот это вот селфи-камера. Как вы видите, здесь практически все одинаковое. Отличается, конечно, цветопередача. Мне она больше нравится на U10. Здесь какое-то фото немного серое, какое-то унылое. Здесь оно более цветное. Дальше вот я фотал свой монитор. Тут, как вы видите, детализация достаточно неплохая. Видно надпись Samsung. И здесь, и здесь. Но разницы особой какой-то нет. Вот здесь фото очень отличается по цветопередаче, как видите. Особенно вот эта вот будка. Смотрите, какой кирпич здесь и какой он здесь. Ну, на U10, конечно, сильно врет камера. Чересчур какие-то насыщенные тона она делает. Неестественные. Конечно, более естественный цвет это вот такой. Плюс само небо, снег. Правильнее передал все-таки U20. Так, это я снимал в видео. Тоже вам покажу примеры. Если приблизить фото, то здесь все примерно одинаково. Дальше вот я фотал цветы. И здесь тоже очень большая разница. Вы видите, здесь получились они какие-то чересчур прям такие яркие, насыщенные. Здесь все-таки более правильная цветопередача. И по камере мне, наверное, все-таки больше понравился тоже U20. Если говорить о тексте, то в тексте все одинаково. Видно все очень-очень четко, очень все детализировано. Так что проблем с этим нет. И возможности камеры тоже абсолютно одинаковые. Все те же самые режимы, все те же самые настройки здесь есть. То есть никакой разницы абсолютно нет. Но посмотрите примеры фото и видео и напишите, что вам больше понравилось. Пример записи видео на телефон Meizu U10. Пример записи видео на телефон Meizu U20. Фронтальная камера на телефоне Meizu U10. Фронтальная камера на телефоне Meizu U20. А теперь хотелось бы протестировать эти телефоны еще в скорости Wi-Fi. Я подключился к одному и тому же серверу, Кемерово True Network. Ну и давайте начнем, пожалуй, вот с этого телефона. Начинаем проверку. И вот такие у нас результаты получаются. 7300 кбит в секунду и 6900 на передачу. Ну а теперь протестируем U20. Так, и здесь у нас результаты тоже чуть-чуть лучше на U20. Как видите, особенно на передачу они отличаются. На получение практически не отличаются. То вот на передаче уже результаты существенно так отличаются. Теперь коротко о прошивках. Оба телефона у меня сейчас на международной прошивке. То есть на оба телефона они есть. Даже если вы заказываете телефон из Китая, вы без проблем ставите эту международную прошивку. Она у вас обновляется. У вас исчезают все вот эти китайские приложения ненужные. У вас сразу будет Google Play Market установлен. У вас сразу будет полный русский язык. И обе прошивки работают на Android 6. Это Flyme 5. Скоро на оба телефона придет уже Flyme 6. Не знаю, когда вы смотрите это видео. Возможно, когда вы уже смотрите, уже есть Flyme 6 на этих телефонах. Потому что Meizu заявила, что именно обе эти модели будут поддерживать новую оболочку Flyme. И еще хочу провести тест GPS. Кто быстрее меня найдет. Одновременно нажимаю геоданные. И захожу в программку. Так, разрешить. GPS-тест. GPS-тест. И сейчас посмотрим, какой телефон быстрее меня найдет. Должна появиться красная точка на карте. Вот. Первый у нас оказался U10. U20 еще думает. Поэтому в этом тесте U10 одержал победу. Ну и что могу сказать в итоге. Оба телефона очень похожи. Разницы практически между ними нет. Но этот телефон немного побольше. Он стоит подороже. Батарея побольше. То есть это такая чуть-чуть улучшенная версия все-таки вот этого телефона. Этот телефон попроще, подешевле. Я бы его, наверное, посоветовал школьникам, студентам, девушкам. Потому что здесь лучше идут игры. Он удобнее лежит в руке, потому что он меньше. Этот телефон я бы, наверное, посоветовал более взрослым людям, которым не так важны игры, которым важен размер экрана, которым важно удобство. Здесь, конечно, удобнее работать на этом телефоне. Удобнее там с кем-то переписываться, какие-то дела вести, да. Пользоваться какими-то картами на таком экране, конечно, удобнее. Ну и плюс у него аккумулятор побольше. А взрослые люди это тоже очень сильно ценят. Вот такие два интересных телефона получились. Надеюсь, Meizu не прекратит выпуск этой линейки. И в будущем сделает какой-нибудь Meizu U30. U40 уже с улучшенными характеристиками. Ну а на этом я буду с вами прощаться. С вами был Дима. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.